13.06 в Кирове на 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сидит Михаил Шевелёв, секретарь Кировского регионального отделения политической партии «Гражданская платформа». Михаил, добрый день. Добрый день. Я прошу прощения, я немного простужена, поэтому периодически я буду в эфире шмыгать носом и прошу меня простить. Итак, Михаил, вопросов на сайте в разделе «Анонсы» к вам сегодня нет, но вопросы есть у меня. И, собственно, начнём мы с моей практически любимой темы с праймери с «Единой России». Следите ли вы за их ходом? Ну, за исходом, конечно же, я не слежу. Ходом? Не исходом, а ходом. За исходом. Подождите, исход пока не случился. Ну, на самом деле, вообще, всё, что происходит в политической жизни, конечно же, я отслеживаю. Тут даже в какой-то из передач, мы когда здесь сидели с Владимиром Марковым, Николаем Гуликовым, то есть было предложение даже каких-то образов... У вас была «Мужская пятница». Да, «Мужская пятница» была, и мы, скажем, хотели попробовать анализировать те ходы, то, что делать для того, чтобы было понятно, политический это ход, не политический это ход, да, кто чем занимается во время предвыборной этой баталии. Хотя, ну, на самом деле, старт уже давно дан. На самом деле, по «Единой России», конечно же, интерес представляет то, как это выстраиваться, то, собственно говоря, какие кандидаты появляются, да, и то, по каким округам, по каким впискам они идут. От этого становится, ну, в принципе, много понятно, кто является, скажем так, фаворитом, кто является... Ну, кто идёт за тем, чтобы засветиться, кто идёт за тем, собственно говоря, чтобы получить какие-то дополнительные призывачки. Михаила, давайте тогда уже с конкретными примерами. Какой избирательный округ наиболее показателен, по вашему мнению? Ну, я думаю, что как раз оба округа очень показательные, и у нас получается достаточно такая интересная тройка. Оба — это какие? Ну, 105-й и 106-й округи по Государственной Думе, то есть по выборам Государственной Думы, да, одномандатные. Соответственно, в одном округе, я брать не буду, есть у нас кандидат Азимов, в другом есть кандидат Валенчук, остальные претенденты, скажем так, гораздо меньшего калибра и меньших возможностей, я бы сказал, да, вот. Вот, и, соответственно, у нас есть еще список. Список, на мой взгляд, очень интересный, да, то есть, по крайней мере, я не знаю, там, как в рейтинге, не в рейтинге, может, по алфавиту, да, там, где присутствует господин Быков, да, и, собственно, там есть несколько новых, интересных для меня фамилий. — Так, давайте. Мы с вами как-то так начали с Государственной Думы, вот. — Ну, хорошо, да? — Давайте по рейтингу пойдем, потому что это, наверное, — Давайте с Государственной Думы, да, ОЗС, потом обсудим. А я, когда вчера открыла список участников праймерис в Государственную Думу, я обнаружила, что там 19 человек. Это много? — Ну, то есть это много, да? — Ну, я не знаю. Я хочу вас спросить, это много? — Ну, я, кроме того, что их там 19, я посмотрел, кто это эти люди, чем они занимаются, на что они живут. Вот, и я обнаружил, что там, например, в списке есть один рабочий, ну, как по-моему, является, да, то есть есть одна дама адвокат, вот, очень такая хорошая профессия, вот, современная, в общем-то, как сказать, озвученные мной лица, лидеры Единой России, местного регионального отделения, вот, и, в общем-то, практически все остальные, ну, там, за редким исключением, да, то есть это либо депутаты ЗАГС Собрания, либо это представители бюджетных организаций. — А вы сказали сейчас, что увидели там несколько интересных для себя фамилий. — Это в списке. — Да, в списке, в списке. — Фамилия Романа Китова и Андрея Овченко. То есть, на самом деле, я, как бы, про это, скажем так, ну, неослеживо не знал, да, потом готовился к передаче, посмотрел просто-напросто, вот, ну, на мой взгляд, конечно, это люди, которые, ну, для меня весьма уважаемы, то есть авторитетны, я их знаю лично и поэтому могу судить, и мне они, в принципе, симпатичны и интересны с точки зрения, как бы, их взглядов, их возможностей, и то, что это, в принципе, ну, наверное, завтрашний день. То, что они идут от Единой России, для меня, в общем-то, вполне, так скажем, понятно, и поэтому я бы, наверное, вот эти списки, как бы, ну, немножко так идентифицировал действительно там, да, то есть есть люди из бюджетных организаций, допуская, что не поступила разновидка, или там они сами действительно там хотят идти и видят себя в политической жизни и, соответственно, подают сведения, то есть идут на праймере, вот, но, тем не менее, всё-таки это представители бюджетных организаций, и они, ну, достаточно зависимые люди от вообще всей нашей вертикали власти, вот, а что касается более независимых людей, это представители общественности, это представители, вот как раз как Роман Титов, например, да, то есть это представители, скажем так, бизнеса, да, то есть тут очень интересно получается вот из этих, ну, тут, наверное, больше, наверное, будем когда про СЗС говорить, там это видно, а здесь практически нету, то есть тут либо вот эти вот уже сложившиеся лидеры, либо, ну, скажем, нет ярких фамилий, которые вы представляли, ну, такие те кланы, к которым привыкли, чтобы они были представлены, там, выбор в Государственную Думу. — Вы имеете в виду крупные бизнес-структуры? — Да. — Под кланами? — Да, да, да. — Но вот Владимир Васильевич Быков у вас не ассоциируется с ними? — Ну, не то чтобы ассоциируется, не ассоциируется, конечно, Владимир Васильевич, в данном случае он мэр города, то есть он хозяйственник, то есть он, хотя мы совсем правильно, наверное, мэр города, то есть он руководитель Думы, то есть он глава города, мэр вообще в общем понимании, мы с вами разговаривали, он как-то то, что это человек, который в большей степени административно управляет, то есть это скорее глава администрации, да, но у нас так сложилось, что глава администрации, глава города как раз начинается. — Ну так что, Владимир Васильевич, то у вас не ассоциируется ни с какими бизнес-структурами? — Конечно, она ассоциируется, ассоциируется, несомненно, но и мы можем делать вывод о том, что эти структуры, они представлены, то есть в выборной гонке, то есть я не скажу и не буду утверждать, что там Владимир Васильевич представляет кого-то конкретно, да, то есть, но его, скажем так, влияние, интересы, его там поведение, оно, ну, нацелено на то, чтобы пойти в Думу, то есть он руководитель, в принципе, нашего Единой, ну как бы руководства Единой России. Ну, наверное, я там, ну, на этом останавливаюсь. — Так, хорошо, давайте на этом останавливаемся. А общее число кандидатов в 19 человек на праймерис в Госдуму – много это или мало? — На мой взгляд, это институт, который создаётся в Единой России, да, ведь это не первый год, то есть он каждым годом оттачивается, другие партии, к сожалению, этим похвастать не могут. — А кто-то это называет банальной предвыборной технологией, кто-то институтом. — Ну, я знаю, что для Единой России, в частности, важно искать, ну, скажем так, новые кадры и вовлекать в свою орбиту. В принципе, это важно для любой партии. Единая Россия, обладая большим, наверное, там, административным влиянием, больше таким финансовым влиянием, то есть она это выстраивает, ну, более, так скажем, технологично. И праймерис как институт, он, конечно же, даёт возможность там и площадку для того, чтобы зацветиться там людям, которые обладают политическими амбициями. Ну, на мой взгляд, всё-таки большинство даже людей, которые, там, рассматривают себя в качестве, там, народных избранников, они, ну, полагают, что нужно сначала согласовать свою кандидатуру, потом пойти выставить, потом, собственно говоря, там, обладать, там, ну, каким-то дополнительным весом, там, в политической жизни, там, бонусами какими-то. Вот, и поэтому интересно рассмотреть список в ОЗС, то есть там для меня много новых фамилий, много людей, которые связаны с бизнесом, то есть возглавляют там небольшие, средние предприятия. И полагаю, что для них, если у них есть интерес, на сегодняшний день другого института, ну, кроме как заявиться на праймерис, причём в открытом режиме достаточно, у них очень много вариантов, то есть лично повстречаться, может быть, ещё с кем-то, да, но это уже коммуникации. Не у всех есть возможности выхода, там, коммуникации на высокий уровень. Ну, хорошо, давайте тогда плавно перейдём к списку в ОЗС. Вот смотрите, на праймерис в Государственную Думу своей кандидатурой выставили 19 человек, я сейчас смотрю на сайт Единой России, а всего в праймерис участвует 3 тысячи 2 человека. По всем регионам. А это по всем регионам, я смотрю. Нет, подождите секунду, выбран регион, Кировская область, всего участников праймерис, зарегистрировано. 64, по-моему, там было. То есть, с учётом АЗС и Государственной Думы, там два выбора, честно говоря, я как бы, когда смотрел, там было порядка 64. 2 тысячи с чем-то, это по всей России, то есть от всех субъектов. Ну, ладно, хорошо, предположим, я не буду спорить, хотя в принципе, выбор выбраны в Кировской области. Ну, 2 тысячи для Кировской области, это была бы чрезмерная абсолютно цифра, которая, ну, нереальна. То есть, я просмотрел практически, в общем-то, вроде бы весь список. Ну, хорошо, давайте пойдём по списку в ОЗС. Общие впечатления ваши от этого списка? Очень много тех, кто уже является депутатом, да, то есть, кто вовляет. Есть люди, которые выстраивают, видно, что свою, так скажем, карьерную линию, то есть депутаты городской думы рассматривают свои силы в выборах на ОЗС. Вот, и есть, ну, скажем так, для меня каких-то вот так неожиданностей, каких-то таких новых, наверное, фамилий там я, к сожалению, не увидел. Ну, неправильно так, не так скажу. Известных новых фамилий. Известных новых фамилий, да? Да, тех, которые было бы, ну, было интересно, условно говоря, там, увидеть в новом составе, так, собрание от Единой России. В этом, наверное, и сила, и слабость вот этого института. То есть, с одной стороны, заявиться могут желающие, да, а с другой стороны, ну, к сожалению, не заявляются те яркие люди вот через этот праймерис, через эту партию. То есть, они, скорее всего, пойдут, наверное, какими-то другими, там, ну, другими ходами. Я должен сказать, что, к сожалению, для меня вот там, за последнее время, там, в большей степени, сложилось очень чёткое впечатление, что, в принципе, не важна, какая партия. То есть, не важно, какая партия. Если она парламентская, да, то у нас большинство представителей в тех парламентских партиях, они, в общем-то, двух категорий людей. Либо это бюрократия, либо это владельцы достаточно крупного по местным меркам капитала. Либо, ну, собственно говоря, там, не местным. Не по местным меркам крупного капитала. Вот. Людей, которые бы обладали, ну, какими-то качествами, там, связанными с, там, с экспертными вещами, там, да, людей, которые бы обладали качествами, условно говоря, там, общественного контроля функциями, да, то есть, Их практически не уду. Вы для себя именно поэтому выделили из списка праймерис в Госдуму две фамилии? В том числе да, потому что это как раз люди уровня экспертного, уровня коммуникационного, уровня, которые достаточно серьезно и широко обладают вопросами запроса общества. А Андрей Лучинин, он по-моему тоже идет на праймерис в Госдуму. Я сейчас говорила про романа Цитова Андрея Усенко, вот Лучинин. Андрей Лучинин, он в данном случае достаточно длительное время возглавлял в полком ледяной России. И вообще, конечно, экспертное качество у него присутствует в большой степени. Но все-таки я его в большей степени отношу, наверное, к бюрократии, потому что представителям тех лиц, которые все основное время взаимодействуют и коммуницируют на всех уровнях власти. Мне, ну, наверное, если говорить про экспертный уровень и про уровень коммуникации, мне, конечно, ближе и интереснее уровень коммуникации на уровне не муниципальных и государственных органов власти, а на уровне взаимодействия с обществом и с предпринимателями. То есть вот эти два блока, там, выстраиваемых, они, ну, такие, для меня очень важны. Хотя, должен сказать, что Андрей Лучинин, он, на мой взгляд, там, качественный, очень серьезный эксперт, именно с точки зрения, как бы, муниципального уровня. Вот вы знаете, я вас сейчас, на самом деле, обманула, потому что пересмотрела список участников в праймере с Единой России в Госдуму. Андрей Лучинин там нет, видимо, он идет в УЗС. Он в УЗС, в УЗС идет, я тоже, как бы, стал отвечать. Но, на самом деле, наверное, эти списки, они будут со временем, вот, понимаете, то есть уровень, он один. То есть Госдума, лучше даже, наверное, там, районная дума, там, городская дума, там, центрального города, там, да, то есть УЗС, да, и потом Государственная дума. Тут такая классическая карьера, условно говоря, народная избранника. То есть она, ну, присутствовала, в том числе и в этих списках, которые присутствуют. А Вы сказали, что Единая Россия ищет новые лица, и в том числе праймерис, как раз призванный этих новых лиц найти, а вот Народный фронт, он разве не для этого нужен? Ну, я, честно говоря, не уверен, что Народный фронт – это исключительно Единая Россия. То есть, да, это в большей степени для меня, ну, наверное, такая экспертная, там, площадка, которые пытаются вывести за рамки политики, то есть в Народном фронте, насколько, вот, там, Роман Титов, там, Надежда Гурьянова, там, люди... За рамки политики и за рамки партии или только политики? Да, за рамки партийной дисциплины, наверное, правильно, там, и за рамки вот этих двух составляющих – бюрократия и крупный капитал. Вот это попытка выйти за эти рамки, как раз выйти в рамки, наверное, некого общественного контроля, да, и выйти в рамки, ну, вот сейчас, к сожалению, я не видел, чтобы у Народного фронта, там, серьезное, вот, на, хотя бы на оригинальном уровне, было серьезное взаимодействие с предпринимательским структурами, да, то есть, ну, вот представительство, там, условно, вот таких, может быть, неправильно, да, но на самом деле лоббистских институтов, двух институтов, общественного и предпринимательского, именно не в силу того, что ты возглавляешь крупный бизнес, да, то есть, ты автоматически, там, становишься заложником, там, собственных интересов и собственного лоббизма, там, собственного бизнеса, а именно вот таких людей, которые, не имея собственного бизнеса, да, или, там, крупного собственного бизнеса, имеют возможность, грубо говоря, ставить интересы группы предпринимателей или, там, группы, там, каких-то общественных, там, объединений, информации. Михаил, а почему нет праймерис в партии Гражданская платформа? Ну, наверное, потому что не так много членов партии. И на самом деле получилось так, что изначально, создаваясь, было очень много людей в партии, которые, во-первых, предприниматели, во-вторых, людей, которые технологически были связаны с партийным процессом, то есть технологи, юристы, экономисты, люди, которые, в принципе, экспертная такая составляющая. И таких людей, на самом деле, немного. И у нас сложились регионы, в которых изначально достаточно сильное влияние партии, то есть партийных лидеров. А во-вторых, исходя из уже практически пятилетнего срока, ну, не пятилетнего, 4 года, да, будет партия, но 5 съездов прошло. И фактически получается, что сделана ставка на людей, на местных лидеров, которые способны реализоваться, может быть, не сразу, но в такой-то определенной, там, среднесрочной перспективе. Михаил, кто есть в Кировском отделении партии Гражданская платформа из местных лидеров, кроме вас? Ну, из местных лидеров есть на сегодняшний день Евгений Михайлович Дрогов, то есть есть Андрей Сергеевич Зурин. То есть, в принципе, вот это те люди, которыми... Есть еще ряд людей, которые являются нашими подвижниками, соратниками. Мне кажется, что вот две персоналии, которые вы озвучили, они, так скажем, широко известны в узких кругах. Не вопрос, но они широко известны именно как бы в узких профессиональных кругах. И так или иначе, оба этих человека, они, как и я, во-первых, связаны с достаточно широким кругом предпринимателей в силу деятельности, а во-вторых, они обладают достаточно тоже богатым опытом и на муниципальном, и на экспертном уровне, то есть в своих профессиях. И, соответственно, вот, исходя из этого, мы строим свою позицию на как раз двух основных вещах. То есть это поддержка предпринимателей, то есть поддержка в разных составляющих, это общественный контроль, и это взаимодействие с муниципальными органами через наши проекты, которые мы реализуем. — Вот, Михаил, я знаю, что был у вас как раз партийный съезд 7 апреля, про него чуть позже я хочу поговорить, но давайте про Госдуму. Вы собираетесь заявляться сами? — Нет, я не пойду. — ОЗС? — Скорее всего, и в ОЗС тоже я не пойду. — Почему? — Ну, есть, скажем так, технические обстоятельства, в которых я не смогу в этом году участвовать в этих выборах. То есть они, ну, чисто технические. То есть у меня желание, в принципе, есть, то есть поддержку я ощущаю. Если я технические вопросы решу, то, соответственно, я смогу участвовать в выборах. То есть просто в силу как бы развития предпринимательской деятельности, в силу развития и поддержки нашим местным предприятиям. Ну, честно скажу, то, что у меня как бы есть компания, которая в Европе зарегистрирована, и на сегодняшний день, ну, технически я могу из нее выйти. И просто-напросто, а это является ограничением для участия в выборах. — Ну, хорошо, вы ведь не единственный член вашей партии. — На сегодняшний день ведутся переговоры. На самом деле переговоры ведутся, и мы их не афишируем, с одной стороны. С другой стороны, мы проводим также такую двустороннюю работу с нашим центральным комитетом, скажем так, да, то есть с федеральным политическим комитетом. В этом году мы должны определиться к съезду, который у нас состоится в июне, по кандидатам, которые пойдут, и по форме поддержки. — Я только не поняла, Михаил, кто с кем ведет переговоры? Вы ведете переговоры с центральным аппаратом вашей партии, либо вы ведете переговоры с потенциальными кандидатами? — И в этом и в этом направлении мы ведем переговоры. В чем особенность, понимаете? То есть для нас на сегодняшний день самым важным аспектом, наверное, самым сложным аспектом является то, что на том поле, на котором мы представляем интересы, да, это представляем интересы, в первую очередь, такого малого-среднего бизнеса, то есть представителей, да, плюс представителей интеллигенции, на этом поле, к сожалению, за последние 20 лет очень много кто покуражился. То есть начиная там... — В каком смысле покуражился? — Ну, были там разные партии, объединения, в том числе там, есть до сих пор там партия «Яблоко», есть там партия с СПС. — Вы имеете в виду партии, которые работали с этим электоратом и не оправдали ожиданий? — Да, да, абсолютно правильно. Спасибо за перевод. — За синхронный перевод. — Несколько, да, может быть, таких, скажем, слов, да, ну, так вот я думаю. — Мы уточнили. Есть, может быть, некое вот это вот отсутствие ответственности в длинную перспективу, да, или же занятие позиций, которые не всегда разделяются, ну, представителями там, электората. Ну, например, там, насколько я знаю, там, партия «Яблоко» до сих пор как бы не приемлет, ну, тот элемент, что Крым наш. Да, то есть, и, на мой взгляд, ну, там, тринестатистический россиянин, там, избиратель, тот, который там живёт и работает и планирует жить и развиваться, он вполне, как бы, нормально разделяет этот момент и готов, более того, там, ехать, развивать, там, и Крым, и работать, там, ну, и всё остальное. Вот, а партии, которые на этом поле находятся, они, к сожалению, либо друг с другом достаточно серьёзно там конфликтуют, прямо там, да, там, вещи у нас про нас, которые, ну, не дают, что ли, создать ту силу, которая бы объединяющая и длинную вела за собой вот тех людей, которые, ну, чувствуют, там, ответственность за себя, за своё дело, которые, там, здесь жить и работать долго и длинно, и, там, формировать свой бизнес нуля, там, и до какого-то уровня, там, не до олигархического, скажем так. И для этого, вот, как раз и нами была, там, создана и выстрадана, может быть, там, может, не очень она, вот, программа партии, да, можно там тоже пару слов сказать, потому что, на самом деле, на сегодняшний день, ну, я не слышал, там, про, там, про более-менее цельную, там, программу, и, там, понять, чем отличается партия, там, Единая Россия, там, Отправедливая Россия, для меня сложно. То есть, там, понятно более-менее, там, лозунги коммунистов, да, но они исторически... Они исторически понятны. Да, они исторически понятны. То есть, это, грубо говоря, некий, там, всё время. Михаил, давайте вернёмся к программе после рекламы, потому что вы приняли новую программу партии. На прошедшем съезде я как раз хотела о ней в том числе поговорить. Нам сейчас, к сожалению, нужно прерваться ненадолго. Я напомню, что это особое мнение Михаила Шевелёвой, секретаря Кировского регионального отделения политической партии «Гражданская платформа». Мы сейчас прервёмся и очень скоро мы вернёмся в студию. Мы возвращаемся в эфир. Я напомню, что это особое мнение Михаила Шевелёвой, секретаря Кировского регионального отделения политической партии «Гражданская платформа», нашего постоянного эксперта, экономиста, журналиста, аудитора Михаил Един во многих лицах. Давайте, Михаил, поговорим про новую программу партии «Гражданская платформа», которая была принята на вашем съезде апрельском. Да, я вижу у вас большой трактат на много листов, там очень много букв. Можно ли тезисно обозначить главные пункты? Большой трактат на много листов, я их просто с собой не взял. На самом деле, программный документ рождался достаточно сложно, при этом должен отметить, что к его составлению приглашались абсолютно разные эксперты, не обязательно, это только внутрипартийные эксперты, то есть участвовал Хайзин в составлении экономического блока этого документа. Ну и в принципе, конечно, должен сказать, что учитывая то, что мы представляем, в основном предприниматели среднего, скажем, такого звена, да, то очень большое внимание уделено экономике. То есть и в программных тезисах, которые, ну, это не пред, скажем так, не предвыборная программа, предвыборная, она может меняться. Ну давайте тезисно пойдемте. Конкретно тезисно, ну, например, там, да, то есть первое, то есть Россия должна обладать реальным суверенитетом. То есть не, скажем таким, военным и, собственно говоря, там, границы определенные, да, а реальным, в том числе финансовым суверенитетом. То есть институты, стандарты, встроенность, там, мировое сообщество и в центры принятия решений, это необходимо еще только и дело. Потому что, там, второй тезис, который связан с экономическим блоком и связан с тем, что рубль должен стать, ну, валютой, как минимум, более авторитетной, да, он напрямую связан в том числе и с суверенитетом финансовым. Потому что создание финансового центра в России, создание рубля, обеспеченного не только природными богатствами, но и инфраструктурой, скажем так, да, финансовой, инфраструктурой, культурной инфраструктурой, социальной инфраструктурой, общественной инфраструктурой, демократической, он, как бы, необходим. И, в принципе, ну, по мнению очень многих экономистов, то есть превращение рубля в такую валюту, которая способна формировать внутренний запас, запас, в том числе, там, наличных денег, там, денежной массы в обращении, да, то есть это вполне возможно. И при этом, там, если брать, там, просто в цифрах, то есть желание, чтобы была возможность брать кредиты в рублях и под 2-3 процента, ну, и, собственно говоря, за счет этого инвестировать достаточно серьезные средства в развитие нашей экономики, инфраструктуры, дорог, там, я не знаю, там, всего, что угодно. Вот. Вот эти, как бы, тезисы. Дальше. Тезис, который для меня, ну, немножко более такой широкий, да, и я бы хотел его конкретизации, ну, я думаю, он со временем наступит, это тезис о том, что России необходима новая индустриализация. При этом эта новая индустриализация подразумевает не просто создание, там, новых заводов, там, и не просто, там, импорт-замещение, а она подразумевает создание инфраструктуры, ну, в том числе, урбаневтической, там, воссоздание, там, агломерации, которые способны создавать собственные внутренние рынки и, в принципе, опять же, заниматься, ну, скажем так, воспроизводством собственных ресурсов. И, ну, в том числе, например, новая аграрная индустриализация должна позволить создать, ну, по сути, там, деревни, там, нового типа, которые занимаются и, там, самовоспроизводством, скажем так, обеспечением собственного рынка, собственных потребностей, ну, собственно говоря, внутри российским производителем. То есть не, как бы, отойти от модели, то мы можем купить, продавая наше природное богатство, купить всё, а прийти к модели, когда мы внутри России, то есть собственными силами, собственным желанием, можем, собственно говоря, произвести всё, что нам нужно. При этом, как бы, основная энергия для этого – это энергия предпринимательства. То есть, по нашему мнению, то есть именно отношение к предпринимательству как к энергетическому источнику, как к воспитанию желания зарабатывать честно, воспитанию желания быть ответственным за результаты своего труда, воспитанию желания по созданию рабочих мест и по достаточно честному взаимодействию государства и предпринимательства. Ну, это означает некая свобода предпринимательства И, соответственно, вот эта энергия, когда, словно говоря, тебя не кошмарят, я создаю достаточно благоприятное условие, и твой труд, как труд предпринимателя, ценится, он должен привести к тому, чтобы как раз появились вот те вещи, про которые я говорил. Михаил, я вижу здесь в Ваших словах импортозамещение, о котором очень много говорится. Ну, видите, импортозамещение в последнее время стало просто слово, которое очень часто произносится. Уже почти ругательным. Оно где-то ругательное, но оно само по себе несёт за собой конкретные действия. В данном случае энергия предпринимательства, она несёт за собой желание предпринимателя что-то создавать, что-то менять, развиваться, открывать. То есть, и для меня вот эта вот энергия предпринимательства, она означает то, что предприниматель – это не тот, кто просто пошёл, открыл ИП, условно говоря, и пошёл на рынок торговый. А предприниматель для меня тот, который увидел потребность человека, зашёл в интернет, нашёл аналогичную проблему, конструкцию где-нибудь в Новой Зеландии, предпринял определённое действие, нашёл в другой части света те вещи, которые он может скомбинировать, скажем так. И путём определённых конструкций предпринимательских навыков и дизайна создаёт тот продукт, который продаётся не только, условно говоря, на нашем рынке, но и во всём мире. – И, видимо, как раз с помощью этого Вы предполагаете добиться того, что Вы озвучили вначале, я имею в виду крепкий рубль и настоящий суверенитет. – Да, да, да. – Хорошо, у нас осталось с Вами ещё 6 минут тезисно по программе. – Ну, тезисно я… – Ещё несколько моментов интересных, на Ваш взгляд. – Кто о чём, а я, в общем-то, о муниципалитетах. – Давайте. – На самом деле, на мой взгляд, тезисно, если говорить про власть, а это достаточно ключевой элемент в программе, да, то необходимо переносить в центры принятия решения ближе к земле, то есть к территориям, где принимаются эти решения. – А что Вы имеете в виду под центром принятия решения? Деньги? – Ну, например, как бы, пример просто приведу, да, то, что появились в бюджете деньги на детскую площадку. Чиновники подумали-подумали и сказали, вот это будет хорошо вот для них, и сделали. Сделали нехорошо, не там, не того качества, ну и, собственно говоря, там, зарыли деньги, по сути, приняв решение, которое, по идее, должно приниматься на той территории тем людям, для которых это предназначено. – То есть правильную конструкцию Вы видите следующим образом. Есть деньги на детскую площадку. Их передали в муниципалитет, сказав, ребята, у нас есть деньги на детскую площадку, решите сами, какая она должна быть, где. – И дальше. Муниципалитет, собственно говоря, исходя из своих, там, понимания, говорит, что это должна быть, например, детская площадка в Коминтерне. Давайте мы в Коминтерне проведем некий опрос, то есть вовлечем жителей в принятие решения о том, какая детская площадка нужна, почему она нужна, где она нужна, в каком исполнении нужна. И, соответственно, эта детская площадка появляется с радостью, с удовольствием и для тех, кому это надо. То есть детская площадка, в частности, не может приниматься там без участия мам, детей, которые будут, собственно говоря, на эту детскую площадку ходить. – Хорошо, про центр принятия решения я поняла. А еще? – В принципе, понимаете, тут как бы, это вот пример того, что должна быть власть для народа, то есть, а не народ для власти. Понимаете? И, соответственно, здесь вопрос связан с развитием муниципалитетов. То есть для нас очень важно, чтобы муниципалитетам передавались не просто полномочия, но передавались ресурсам на то, чтобы эти полномочия они могли обеспечить. То есть на сегодняшний день проблема в развитии дорог, в развитии какой-то инфраструктуры. – Инфраструктуры. – Инфраструктуры, да. То есть оно ведь в очень большой степени плачевно в связи с тем, что у нас сначала деньги все изымаются, уходят по вертикали на самый верх, а потом уже, видя крох, достаются обратно. – Это называется бюджетный процесс. – Ну, вот, значит, нужно поменять бюджетный процесс, потому что даже в любых худших проявлениях… – Так, Михаил, вам сам Бог велел идти либо в ОЗС, либо в Государственную Думу. – Ну, я готов помогать и сотрудничать со всеми депутатами, делиться своими знаниями, умениями, навыками. Я услышал вас. – Так, ну, хорошо. Осталось у нас с вами три минуты. Я хотела с вами еще коротко обсудить вопрос законодательной инициативы для Гражданской Палаты. – Для Общественной Палаты? – Ой, Общественной Палаты. Я сошла с ума, простите. – Да. У вас какая позиция по этому поводу? Нужна или не нужна законодательная инициатива? – Ну, честно говоря, я не вижу спора в ограничении этой инициативы, да. То есть, для меня, например, вопрос по Общественной Палате – это скорее наделение функциями реального общественного контроля. То есть, как это будет воплощено для меня более важный и значимый, скажем, такой процесс, нежели наделение Общественной Палаты функциями инициативы. – Ну, хорошо. Вот есть законопроект об общественном контроле, над которым как раз сейчас идет работа. Вот представьте, его вносит на ОЗС либо Общественная Палата, либо какой-либо из депутатов вносит закон об общественном контроле. – То есть вы хотите сказать, что в зависимости от того, кто вносит, как это происходит? – Нет, я не хочу сказать, что в зависимости от того, кто вносит, зависит решение, но. Вот представьте, да, вносит закон об общественном контроле депутат какой-то, да. Допустим, этот законопроект отклонили. Одно дело отклонили законопроект какого-либо депутата, а другое дело отклонили законопроект Общественной Палаты. – Ну, никакой разницы, на мой взгляд, нету. На самом деле вопрос просто-напросто системы. То есть система у нас такова, что, к сожалению, принятие решений, оно на самом деле от источника законодательной инициативы, ну, мало что-либо влияет. – Вот не согласна. – Ну, хорошо. – Нет, мне кажется вообще, что главный вопрос в России – кто? И все зависит от того, кто это делает. – Это означает, что вся система, условно говоря, законодательной власти в нашем случае, она порочная, и она требует некоторых изменений, новшеств, то есть корректировок с тем, чтобы она учитывала как раз мнение, собственно говоря, общества, на которое оно должно работать, законодательная инициатива. То есть у нас принимали кучу запретов, например, да, у общества никто не спросил. Сейчас там обратно… – Нет, нет, общество спросили тогда на всталом деле, выбрал алкогольные, да, запреты? – Ну, сделали по-своему, собственно говоря, да, то есть у нас, в принципе, законодательные как бы институты, они, ну, поспрашивали, поспрашивали, они захотели, они сделали, они нашли инициатора, они там порешали там по своим там кругам и решили. Вот общественного контроля, ну, мало его. То есть и те формы, которые на сегодняшний день существуют, конечно, они недостаточны. Я не знаю, дай бог будут прецеденты, когда в результате игнорирования, например, публичных слушаний будут приняты там соответствующие судебные решения, там, об отмене там каких-то актов, там, например, там, администрации. Дай бог такое будет. Ну, на самом деле, на сегодняшний день таких прецедентов-то я не очень, как бы, много видел и слышал, практически не слышал. – По вашему мнению, не нужна законодательная инициатива? – Ну, мой взгляд, вообще ничего не решает, это, вот, общественный контроль более значимая вещь, и как она будет реализована, это, там. Сейчас, насколько я знаю, представители общественной палаты работают на комитетах, то есть участвуют в законотворчестве. Просто быть инициатором там… – На правах гостя они участвуют в законотворчестве? – Ну, они представят и также будут на правах гостя, собственно говоря, участвовать. Все равно процессы, они существуют, и система есть. Я не уверен, что перед этим общественной палате, ну, будет она наделена какими-то полномочиями, и это изменит в корне, там, качество принимаемых законов, или, там, будет принято один-два закона, наверное, которые просто через палату пройдут. – Один-два закона, среди которых уже упомянуты вами законы об общественном контроле, важный. – Ну, если он будет сильно напряжен, я думаю, что я его не приняю. – Вы оптимист, Михаил. Нам, к сожалению, нужно закругляться. – Очень жаль. – Очень жаль, да. Это было особое мнение Михаила Шевелева, секретаря Кировского регионального отделения политической партии «Гражданская платформа». Спасибо вам за эфир. – Спасибо. – Эфир для вас вела Юлия Афанасьева. Всего доброго, до свидания. – До свидания. – Спасибо. Спасибо.